В эфире у НТ Наши новости в студии Марина Мороз. Здравствуйте и в начале коротко о главном. К западу готовые замыселы белорусско-российского учения президент обсудил с министром обороны. Бастующий Амстердам, полиция применила водометы на акции протеста в столице Нидерландов, задержанных больше сотни. Авария не по погоде в одном из столичных районов прорвало трубопровод с горячей водой. Специалисты сейчас устраняют последствия. В Беларуси и Россия осенью проведут совместное военное учение «Запад». Его замысел и детали Александр Лукашенко обсудил сегодня с министром обороны. Решение о проведении белорусско-российского учения уже согласовано на уровне президента в двух стран. Александр Лукашенко подчеркнул, что для него «Запад-2021» имеет не только практическое, но и символическое значение. В начале 80-х президент и сам принимал участие в подобном учении в Витебской области. «Эти учения тоже назывались «Запад», то ли в 80-м каком-то году. В 81-м году. В 81-м году. Да, «Запад» в 81-м. В Дретоне мы проводили эти учения. И вот, ознакомившись с замыслом и нюансами приведения этого учения, я вижу, насколько все-таки армия изменилась, вооруженные силы, и насколько мы продвинулись вперед. Второй вопрос. Вы сами вносите его на рассмотрение об итогах строительства и развития вооруженных сил за истекшую пятилетку. Прежде всего, мы договаривались о приведении численности наших вооруженных сил армии до определенного уровня. Во-вторых, мы должны были базу значительно усовершенствовать наши военные городки, гардезоны и так далее. Ну и третье – вооружение. Я, в общем-то, знаю ситуацию и неплохо знаю ситуацию по всем тром направлениям, поэтому вы сконцентрируетесь на том, чтобы в будущей пятилетке, на что нам надо обратить внимание, чтобы вы хотели видеть вооруженных сил. Министр, в свою очередь, также доложил об оперативной обстановке на западных границах, а позже, отвечая на вопросы журналистов, поделился и некоторыми подробностями предстоящего учения. Министерством обороны Республики Беларусь Российской Федерации был разработан замысел данного учения, в основу которого лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Учение планируется провести в течение 7 суток, с 10 по 16 сентября. По предложению наших российских коллег, учение пройдет на территории двух стран, что нам позволит отработать вопросы, как применение региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, а также отработать вопросы ведения армейских операций. Министр обороны особо отметил, что на учении «Запад-2021» в качестве наблюдателей пригласят представителей западных стран. Неспокойный уикенд в Нидерландах. Там жестко разогнали антиправительственный протест. Выступления противников действующего режима переросли в столкновение с полицией. Массовые мероприятия в Нидерландах запрещены. Карантин. Несмотря на это, сотни человек собрались в центре Амстердама. Они не соблюдали социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические меры. Акция не была согласована местными властями, хотя разрешение муниципалитета является обязательным. В какой-то момент толпа начала вести себя агрессивно. В силовиков полетели камни. Те ответили резиновыми дубинками. К разгону привлекли конную полицию и задействовали служебных собак. А когда это не помогло, стражи порядка использовали водометы. Хотя в Нидерландах сейчас относительно низкая температура, всего около 5 градусов. Позднее полиция Амстердама сообщила, что в акции приняли участие около 2000 человек. Примерно 100 из них задержали. По итогам уличного противостояния их ждет суд. Массовая вакцинация от COVID-19 в нашей стране начнется в апреле. Как сообщили в Минздраве, Беларусь первая после России начала вакцинацию препаратом «Спутник Ви». До конца весны планируется привить 1,2 млн человек, постепенно выйдя на показатель в 5,5 млн жителей. Вакцинация будет поэтапной. Сначала прививку получат медработники, педагоги, сотрудники транспорта и торговли, затем все желающие. Беларусь подписала контракт на поставку первой партии 170 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Минздрав в первую очередь ориентируется на работу с российскими вакцинами, но также активно сотрудничает по этому вопросу и с Китаем. Важный процессуальный этап в нашумевшем деле по обвинению бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка. Сегодня следственное управление КГБ, которое вело предварительное расследование, передало материалы дела прокурору для направления в суд, сообщили в ведомстве. До этого все обвиняемые их адвокаты ознакомились с документами, изучать их начали еще в ноябре. Из опубликованного КГБ пресс-релиза известно, что ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным законам статьям и о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, не заявил. Прежнее оставлено и мера пресечения. Семь фигурантов дела, в том числе Бабарико, остаются под стражей, один под домашним арестом. Ранее фигуранты, а их обвиняют в получении взяток, организованной группой в особо крупном размере, отмывании денег, полученных преступным путем, вину признали полностью. За исключением Бабарико, который, как считает следствие, является организатором преступной деятельности. Тем временем стало известно, что Надежда Ермакова возглавила Белгазпромбанк. Совет директоров утвердил кандидатуры нового председателя правления. Решение Совета директоров датировано 15 января. Бывшая глава Нацбанка с 15 июня по 10 декабря возглавляла временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Напомним, прошлым летом в головном офисе банка прошли обыски. Были задержаны несколько топ-менеджеров, которых подозревали в легализации денег, добытых преступным путем и уклонении от уплаты налогов. И еще о сомнительных финансовых схемах, кому на самом деле помогли фонды солидарности, о чем врали организаторы протестов и на что они рассчитывали. Всю прошлую неделю в рубрике будет дополнено. Мой коллега Игорь Туров проливал свет на подковерные интриги, теневые мотивы и межклановую борьбу лидеров оппозиции и их окружения. А финальной точкой стало интервью одного из участников команды фонда в помощи в программе Марков. Ничего личного. Признание Ильи Бегуна наделали мне мало шуму, ведь речь шла о том, как на самом деле организовывались протесты, кто этим занимался и зачем, а также о том, куда могли подеваться деньги из благотворительных фондов. В сети кто-то сравнил Стрижака с Мавроди, а Байсол с МММ. Вообще, насколько это корректное сравнение? Хотя даже из того, что вы сказали, получается, что и там, и там эмоциональная составляющая присутствовала. Конечно. Ну, к фонду Байсол, если, конечно, что-то фондом все-таки можно назвать. А почему нельзя? Вот это я хотел бы сейчас как раз и объяснить немного. То есть фактически то, что называется фондом, не является с юридической точки зрения таковым. Это обычная структура, зарегистрированная в Нидерландах, которая, если я правильно помню, стичинг называется, которая фактически, если так вот разобрать случай ее использования, является очень удобным элементом для схемы ухода от налогообложения. То есть там высокой... То есть регистрация в Нидерландах позволяет это? Да. А почему? А это их уже особенность как раз-таки местная. Это некоторого рода такой юридически оформленный общак, куда некоторые разные стороны могут фактически размещать свои денежные средства. Гораздо проще вопрос с налогами, потому что очень высокая планка начала налогообложения. И главный нюанс, на котором я бы акцентировал внимание, это отсутствие верхнего лимита по денежным средствам, которые можно использовать на обслуживание фонда. Ну а вы можете примерно оценить, сколько денег потерялось? Как раз вопрос и заключается в том, что невозможно сделать вывод о факте какого-либо мошенничества, но при этом нельзя делать вывод о том, что там все благочестиво. А, то есть нет отчетности, нет, получается, факта, и невозможно проверить. Да, то есть замкнутый круг получается такой. А даже если вдруг возникнет вопрос, ребята, а куда потрачена эта сумма, или почему она выходит за какие-то рамки 20%, так а мы юридически не фонд, получается, мы не обязаны соблюдать это требование. Но судя по фотографиям, которые фигурируют, условия проживания сотрудника фонда прекрасные. Это как минимум. Ну, на широкую ногу не запретишь жить. Вопрос только, за какие деньги. Ну, естественно, да, конечно. Со стороны хочется видеть, особенно людям, которые ожидали эти выплаты, что те, кто являются руководителем этого фонда, что они, скажем так, понимают ситуацию и сами же, возможно, даже находятся в похожих, ограниченных условиях. Но рассказывать людям про то, что стачки были изначально невозможны, при этом ты живешь там чуть ли не в президентском люксе отеля, ну, может быть, это и попахивает каким-то эгоизмом. С другими подробностями финансовой деятельности оппонентов власти без масок и лозунгов вы можете ознакомиться на нашем YouTube-канале и сайте ОНТ. Коммунальное происшествие в столице, в микрорайоне Степянка, прорвало трубу с горячей водой. Пар от места прорыва стелится на десятки метров. Кадры любительской съемки выглядят очень эффектно. Пар окутал улицу, по дороге льется горячая вода. Автомобилистам в этом районе нужно быть осторожными, и видимость крайне плохая. Жители некоторых домов пишут, что батареи в квартирах начали остывать. Этот участок обслуживает Минскомунтеплосеть. По этой ветке отопление подается в 23 жилых дома и детский сад. Сейчас специалисты выясняют, что произошло и какая именно труба повреждена, сообщили в аварийной службе. С утра из-за холодов в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Минувшей ночью температура воздуха была на 10-18 градусов ниже нормы. Самый сильный мороз был зафиксирован на метеостанции в Слуцке, около 30 ниже нуля. День строгого поста сегодня у православных. Верующие готовятся к крещению. Канун праздника называют крещенским сочельником. В церквях проводят литургии, после чего совершают чин великого освящения воды. Народная традиция тех дней – окунание в прорубь. И несмотря на морозную погоду, многие не планируют отказываться от крещенских купаний. Окунаться – это здорово. Это при любой погоде можно. Поднимает настроение, сердечно-сосудистая система улучшается, и люди перестают болеть. Поэтому, повторяюсь, окунаться надо регулярно. На водоемах сооружены специальные проруби Иордании. В Минске оборудованы три купели на Комсомольском озере, водохранилищах Дрозды и Цнянском. Они примут желающих шести вечера. Рядом теплые палатки, где можно переодеться и согреться чаем. Организовано круглосуточное дежурство врачей и милиции. Редактор субтитров А.Семкин